Я заранее знаю, точнее, ну не заранее знаю, я уже знаю тогда, когда клиент еще не знает, я уже знаю, чьи симптомы у клиента. Это же исследуется очень просто. Вы же наверняка слышали вот эту матрицу. Вот у нас тема сегодня, видите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вы знаете эту матрицу, многие из вас. И вот я точно знаю, что вот у ребенка, вот у номера 1 в семейной системе, в роду, в клане, в нескольких поколениях, если вы возьмете, вы увидите, что у детей под номером 1 будут такие же симптомы, как у всех номеров 1. А также у детей под номером 1 будут симптомы, у детей под номером 4 и 7 будут те же самые симптомы. То есть дети, которые рождаются и попадают либо в тот же порядок рождения, либо в порядок рождения, соответствующий столбику, они будут иметь схожие симптомы. И эта собака работает? И тогда вот вам еще один вопрос про наследственность. Как? А как это работает? Почему? Вот здесь это будет, а вот здесь нет. Как это работает? Никакой мании, никакого мошенства. Все очень просто. Когда начинаешь говорить с этими людьми, которые являются носителями подобных симптомов, они же и оказываются повторителями судеб, они же и оказываются носителями психоэмоциональных факторов, ой, психоэмоциональных паттернов тех же самых. И они оказываются носителями того же способа реагирования. То есть внутри семейной системы им предложили от имени мамы незаметно, а это обязательно мы будем, кстати, говорить об этом в практической психосоматике, ой, господи, в практической психосоматике, в детской психосоматике обязательно вот эту разгадать, вот эту загадку, кто есть мой ребенок, чей симптом ему достался. И помимо этой матрицы надо очень тонко понять, кого я назначил ребенку. Ну, не я, в смысле автоматические механизмы, они же назначают вашему ребенку роль. И тогда вы начинаете понимать, чью историю, какая история этому ребенку достанется. Даже можно заранее, благодаря вот этой схеме, можно даже примерно заранее знать эту историю. Это потрясающе. И тогда вопрос, что важнее? Что генетика следует за какой-то цифровой матрицей? А что это за цифровая матрица? А цифровая матрица отражает передачу, помимо симптомов, весь симптомокомплекс психоэмоционального физиологического реагирования. И если вы какой-то из этих частей начнете расшатывать, менять, они все связаны, они в одной связке, они не могут существовать отдельно. А какую вы из них можете менять? Своё реагирование можете менять тогда. Вы нарушаете всё. Вплоть до того, ну, самые простые моменты, эти генетические механизмы меняются, ген закрываются, симптомы уходят, наступает другой обмен веществ. А те гены, которые, например, как я привел пример генетических заболеваний, уже таких связанных с мутацией, например, целиакия, например, какие ещё, приведите мне пример генетических мутаций, господи. У меня целиакия, синдром Дауна, что там у нас ещё есть, такие самые распространённые. Они могут даже сохранить саму мутацию, но они компенсируются, компенсируются другими обходными путями, потому что у организма это всё есть. Есть. Понимаете? То есть генетическую пробу делают, говорят, ну, вот он же есть, это мутация, почему она не работает? А когда эта мутация есть, а симптом не проявлен, все такие, ну, нормально, а это же предрасположенность, она включится, а может не включится. Это нормально. А когда она включилась, все такие, ну, всё, теперь с этим на всю жизнь, а задать себе такой же вопрос, как здесь, а что, не может такого быть, что она выключится? Ну, наверное, не может, но она же включилась по какому-то механизму, наверное, по нему же и выключиться может. Я точно понимаю, что какие-то вещи, какие-то вещи действительно очень сложные для того, чтобы с ними работать, для того, чтобы они уходили, это вещи какие-то глубоко фундаментальные, встроенные уже в какой-то такой базовый выживательный механизм, что, наверное, это действительно очень сложно, и, может быть, даже, я бы сказал так, не в этом поколении, а в каком-нибудь там следующем поколении это можно преодолеть. Но это я уверен, что это можно преодолеть, потому что... А что если убрать всю семью, ребёнок с мамой уехал в другую страну, какие последствия? Отмена всех болезней? Смотрите. Вот интересный вопрос. А если взяли и уехали в другую страну, отменили весь клан, весь род, всю семью? Вот ребёнок родился, ребёнок родился, а у него уже... Вот он из себя что представляет-то, ребёнок? Ну, вспомните, он из себя представляет половинку мам, половинку папы. И вот эти половинки, они уже... Там уже есть записи, что в первую очередь, с помощью чего в первую очередь... В первую очередь... С помощью чего в первую очередь, скажем так, спасаться в этом мире. И поэтому вы увезёте этого человека из деревни. Например, взяли из семьи Петровых крикуна. Да, ну, вот эти Петровы, которые там дебоширы, вспыльчивые. Вы взяли этого ребёнка и увезли. И он вырос на другой стороне планеты. И вот он такой... И все такие... Смотрят на него. Вот какой-то ты вот дебошир. Какой-то крикливый. Он сам не понимает, почему... Вот у меня темперамент такой. А его потом взяли в зрелом возрасте, привезли в деревню, где все такие... Смотрят на них. Вот я в кого! Я такой же! То есть, вы можете вывезти, конечно, ребёнка. Но вы же не... Надо понимать, что... Большинство вещей в нём уже... В книге его жизни уже определено вот этими записями мамы и папы. Они актуализируются или не актуализируются в зависимости от стресса. Но в основном они так или иначе проявятся. И в этом отношении я забыл сказать самым чувствительным... Самым чувствительным периодом... Вот есть мама, есть папа. У них есть свои записи. Половинки генов, которые достанутся ребёнку. И вот они такие взяли и соединились. И вот если они были в максимально идеальных обстоятельствах в фазе программирования, то есть 9 месяцев до, 9 месяцев беременности и год после, самых идеальных обстоятельствах, то вероятность того, что у ребёнка стартанёт какая-то из программ, она будет минимальна. Минимальна. Потому что фаза программирования либо запускает эпигенетические механизмы, либо, скажем так, повышает склонность к их запуску. Потому что вот в этот момент генетический аппарат и вообще весь ребёнок это набор стволовых клеток, которые прям вот всем своим существом готовы откликнуться на внешнюю среду и сделаться таким, чтобы быть максимально адекватным именно в внешней среде. То есть вот этот процесс, он особенно чувствительный в фазе программирования. И вот тогда ребёнок максимально быстро, максимально просто может быть запрограммирован. Это важно помнить.